Обобрать, ободрать, пустить по миру ваших родителей. Сейчас головушка, это всё в порядке? Судья, ты на документ-то глянь, прежде чем дурацкие-то вопросы передо мной ставить. Ты дурак что ли, или что? Ты судья, и я вам сейчас буду показывать, каким образом следует действовать при оценке протокола общего собрания. Давайте будем разбираться. Вот они все перед вами. Берите и пользуйтесь. Вы чувствуете, какой я сегодня щедрый? Вот смотрите, вот я вам дал готовый нормативный акт для любых ситуаций при защите своих законных интересов. И щедро делимся своими знаниями вот эти нормы права, запоминаемых. Вот они, которые пришли, гадят нам с удовольствием, с похохатыванием, с глумлением. Для того, чтобы вас обобрать и обократь, сожрать, уничтожить его, оставить его без денег, его детей, его родителей. Хитрая такая штучка-дрючка. Вообще ни о чем. А мы-то тут при чем? Мы не признаем этот документ. Если условие не соблюдено, то собрание неправомочно. Нет сведений. Отсутствует. Все остальное не имеет значения. Не имеет заранее установленной силы. Все решения ничтожные. Участие не принимали. И нам не нужно больше ничего. Давай мне документы. Документов других нет. Хотя бы вот эти данные-то где? Вы с кем собираетесь спорить? С площадью? Тут про площадь про какую-то указано. В этом документе нет собственников. А их нет. Нет ничего. Так свою фамилию написал. Словно бык на лугу пасал. Есть и признаки мошенничества, самоуправства. Там уголовщина. Сплошная уголовщина. Восхищен. В ладошки потные хлопают. От счастья. А судья включает дурака. Страна умирает. Загадили всю страну. Сегодня 22 мая 2021 года. Я приступаю к изложению очередного материала. Материала, на котором буду рассказывать вам о том, как следует исследовать протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. И выявлять недобросовестные действия тех лиц, которые занимаются фальсификацией этих документов. Напомню, уважаемые участники площадки, эти документы являются официальными документами. И с 2015 года за фальсификацию этих документов предусмотрено привлечение к уголовной ответственности. Очень интересный и любопытный материал будет представлен сегодня вашему вниманию. Вот сейчас я вашему вниманию представляю протокол. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу Комсомольский дом 21 в форме очно-заочного голосования. Давайте приучимся действовать грамотно. Грамотно это означает действовать в порядке, установленном нормами процессуального права. Сейчас я вам открою статью 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. И мы вместе с вами ознакомимся и будем учиться грамотно исследовать и оценивать представленные письменные доказательства. Статья 196, часть 1. Я ее копирую, переношу на вордовский документ и вставляю. Вот у нас получился, появился вот такой документ. И читаем. При принятии решения, ну, мы действуем с вами, уважаемые участники площадки, по аналогии мы применяем нормы процессуального права для того, чтобы грамотно вести себя в любой ситуации, которая встречается в нашей с вами жизни. Поэтому слово суд я заменю любой. Любой выражается, говорит о том, что любой человек, гражданин, живой человек, там, ну, кто как хочет, вот так и назовет, пусть называется, я подменяю слово суд на слово любой. Специально выделю желтеньким и само слово красным, чтобы видно было, что я здесь произвел подмену, более-менее понятную любому из граждан. Вот смотрите, еще раз, часть первая статьи 196, говорит, что при принятии решения, а какие у нас будут решения? А решения у нас могут быть разные. Вот мы сегодня с вами исследуем и оцениваем протокол, поэтому я заменяю слово доказательства словом протокол, протокол общего собрания. Да? Ну, и дальше можно более подробно это вписывать, но я не буду все вписывать. Почему? Потому что будем коротко с вами писать. При принятии решения любой из нас оценивает протокол общего собрания, определяет, какие обстоятельства имеющие значение для, ну, в данном случае написано рассмотрение дела, что для принятия мы заменим вот это не рассмотрение дела, а заменим вот это на принятие решения. Для принятия решения у нас какой-то вопрос возник, и мы подменяем вот это слово. Я тоже так же выделяю красненькие буквы и желтеньким. Смотрите. При принятии решения любой из нас оценивает протокол общего собрания, определяет, какие обстоятельства имеющие значение для принятия решения установлены, и какие обстоятельства не установлены. каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу, ну, можно безразменить, при разрешении вопроса, напишем, давайте подменив, да, при разрешении, разрешении, решении вопроса, то есть у нас какой-то возник вопрос, и подлежит ли, значит, давайте разрешение вопроса тоже так же красненьким выделю вам, видите, желтеньким, и подлежит ли, тут написано иск, вопрос разрешению, я подменяю вот здесь, вопрос разрешению, можно написать спорный вопрос, понимаете, мы же не просто, есть понятные вопросы, однозначные вопросы, а есть спорные вопросы, спорный вопрос разрешению, и подлежит ли спорный вопрос разрешению, Вот смотрите, мы взяли с вами норму процессуального права и подставили фактические действия, фактические обстоятельства. Получили, что при принятии решения, мы взяли протокол общего собрания, протокол общего собрания, он к чему-то либо обязывает нас, либо не обязывает, если мы установим какие-то обстоятельства, которые противоречат нашим с вами интересам, нарушают наши права свободы или противоречат нашим законным интересам. Так вот, при принятии решения, любой, давайте я допишу даже из нас, чтобы было понятно, из нас, из граждан, хоть как, назовите, любой из нас, оценивает протокол общего собрания, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для принятия решения установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть применен при разрешении вопроса и подлежит ли спорный вопрос разрешению. Вот я вам сформулировал, фактически я вам дал готовый нормативный акт, который можно применять для любых ситуаций, связанных с реализацией нами наших гражданских прав, свобод, при защите своих законных интересов. Я надеюсь, вот эта часть вам понятна. Мы берем протокол и у нас, ознакомившись с этим документом, мы должны принять решение. Какое решение? Решение заключается в следующем. Соответствует ли этот протокол нашим интересам? Обеспечивает ли этот документ защиту наших прав и свобод? Предоставляет ли он, этот документ, нам какие-либо преимущества? Либо, наоборот, возлагает на нас какие-либо излишние обязательства? Это же все вопросы мы должны разрешить при исследовании вот этого прекрасного протокола общего собрания. Я дальше его покажу, этот протокол, и мы будем применять вот эти нормы процессуального права при исследовании этого прекраснейшего документа. Шедевром мысли! Я его называю так. Почему? Потому что человек, уважающий себя человек, вот такой документ не будет воспринимать как документ, который может обеспечивать его защиту прав, свобод, законных интересов. Этот документ оформлен живой, главная цель которых сожрать то лицо, против которого создан этот документ. Сожрать этого человека, уничтожить его, оставить его без денег, его без денег оставить, его детей, его родителей, оставить без средств существования. Мы же не можем тех людей, которые составили этот протокол, мы же не можем их признать людьми, мы можем их призывать либо людьми, либо живыми. Я отношусь к документу, я сейчас вам представлю его, я буду говорить вам, что этот документ создали живые. Я постараюсь вас в этом убедить. Мы даже, наверное, определим имена этих жерстных, этих людьми, которые пришли, гадят нам, гадят с удовольствием, с похохатыванием, с глумлением. Ну, давайте вернемся к нормам права. Давайте будем двигаться дальше по нормам права. Итак, следующий документ, вернее, да, следующая норма, с которой мы с вами воспользуемся, это часть 2 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса. Я открываю эту норму и буду вам показывать, что мы будем применять в нашем с вами, в нашей с вами деятельности. 67-й открываю статью, смотрите, оценка доказательств. Что нас интересует? Вот, что нас с вами интересует. Нас интересуют две нормы права. Вообще-то, вся полностью 67-я, но я пока выделю две основные нормы права, которые нам с вами пригодятся. Давайте посмотрим. Я вот ее вношу сюда. Статья 67, пункт 5. Вот, смотрите. Самая главная формула при исследовании нашего с вами протокола общего собрания, это вот это. Никакие доказательства, видите, для суда, для любого из нас, любого из нас, видите, я подменяю просто-напросто, применяю принцип равноправия. Для любого из нас, не имею для любого из нас заранее установленной силы. Для чего эта формула включена в закон? А для того, чтобы мы не беспокоились. Вот мы увидели какой-то документ, и мы к нему относимся спокойно. Мы не признаем этот документ, как документ, который возлагает заранее установленную силу, и возлагает нам, на нас какие-либо обязательства. Мы просто смотрим, ну документ, документ, ну и что? Ну и пусть будет этот документ. Что с того? Ну, написал где-то кто-то. Ну, предоставил этот документ. Нам от этого документа ни теплее, ни холоднее. Еще раз. Никакие доказательства, в данном случае, никакие протоколы общих собраний. Давайте проставим. Вот за место доказательства я напишу. Никакие протоколы общих собраний, да, не имеют для любого из нас заранее установленной силы. Видите, мы за место доказательства подставляем название документа, и нам сразу понятно, ага, никакие протоколы общих собраний не имеют для любого из нас заранее установленной силы. Это говорит о чем? Это говорит о том, что силу юридическую еще следует подтвердить, еще следует установить. И мы должны с вами разобраться, а имеет ли этот протокол юридическую силу? Может ли этот протокол общего собрания вызывать юридические последствия для нас? Про других мы не будем говорить. Другие пусть как бы живут сами по себе. Мы же с вами знаем поговорку, которая укрепилась в мозгу у россиян. Напомню вам ее. Скупой платит дважды, тупой трижды, а лох он платит всегда. Да, еще радостно бежит, предлагает мошенникам, ворам, животным, людоедам свои деньги. Но мы-то с вами же не относимся к тем лохам, тупым, скупым. Мы с вами щедрые люди. Мы берем, читаем документы и щедро делимся своими знаниями. Как сами между собой, между участников площадки. Со мной вы делитесь знаниями, опытом, информацией. Мы щедрые с вами люди. Мы не животные, мы не людоеды, мы не скупые, мы не тупые, мы не лохи. Мы можем чего-либо не знать, в чем-либо заблуждаться, но мы не относим себя к перечисленным выше категориям лиц. Следующая норма, которая нам пригодится, которая очень важна при исследовании и оценке письменных доказательств, это часть 5 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса. При оценке документов, мы при оценке протокола общего собрания, я подменяю, чтобы было понятно, что я делаю и как. Видите, я ее подменил здесь красненьким, желтеньким. Далее, слово суд подменяем. Любой из нас, любой из нас, участников площадки, правильно? Давайте я тоже это сделаю отдельно, красненьким, желтеньким. Обязан, внимательно, с учетом других доказательств. А что значит другие доказательства? Другие документы, другие документы. Еще раз, у нас есть протокол общего собрания, да? Но, если нет других доказательств, то мы с вами возвращаемся к части 2 ст. 67 и говорим, а протокол общего собрания для любого из нас не имеет заранее установленной силы. А раз он не имеет заранее установленной силы, то будьте добры, представьте, что другие доказательства. Видите, я их выделяю. Давайте я зелененьким выделю, чтобы было понятно так, или синеньким, темненьким. Другие доказательства нам, представьте, для того, чтобы... Для чего нам нужны другие-то доказательства? Другие документы. А в том, чтобы мы с вами могли убедиться, в чем, что такие документы... А мы будем говорить, что такое, я меняю, такой протокол общего собрания. Смотрите, что такое, ставить протокол общего собрания, да? Ну, не исходит, а исходит. Тоже слово я подменил. Ну, мы должны понимать, каким образом я исследую письменные доказательства. Мы же с вами учимся делать это грамотно, с опорой на нормы процессуального права. Нормы процессуального права, которые многие из граждан, я даже скажу большую часть, почти что 99% незаслуженно обходят стороной. Вот у нас люди готовы читать всякую чушь в инете, готовы хартии, там еще что-то, нагромождение различных документов, в которых люди не понимают, в большей части, что там написано. Но мы к ним потом, позже придем. Давайте мы с простыми вопросами-то разберемся, с нормами процессуального права. То есть, с последовательностью наших действий, процессуальных действий, если мы не разберемся с этими вопросами, не научимся грамотно их разбирать по полочкам, то грош, цена нам будет при разрешении более сложных вопросов. Смотрите, я все упрощаю и упрощаю, я все сжимаю и сжимаю те вопросы, которые следует нам с вами разрешить. Итак, при оценке протокола общего собрания, любой из нас обязан, с учетом других доказательств, убедиться в том, что такой протокол общего собрания исходит от органа, Обратите внимание, выделю его, пожильнее сделаю и подчеркну, да? Далее слово, уполномоченного, представлять данный вид доказательств. Ну, в первую очередь, я подчеркну слово, уполномоченного, потому что это очень важное слово, которое мы с вами должны будем разобрать. Представлять данный вид доказательств протокол, это вид доказательств. Далее, протокол подписанный, ну, не лицом, а лицами, подменен, да? Потому что у нас протокол обычно подписывают как минимум два лица, поэтому давайте подменим слово лицами. Подписан, не подписаны, а подписан лицами, имеющими, да? Смотрите, имеющими право, это мы тоже с вами будем исследовать по порядку, исследовать, да? Имеющими право скреплять документ подписью, содержит, тут за меня само слово содержит, мы поставим, содержит, все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Вот у нас получилась формула, которая необходима нам при оценке протокола общего собрания. Ну, что ж, вот, собственно говоря, и все три формулы. Этих формул уже достаточно для того, чтобы мы с вами приступили к исследованию и оценке любого письменного доказательства. В данном случае мы с вами будем исследовать протокол общего собрания. И я вам сейчас буду показывать, каким образом следует действовать при оценке протокола общего собрания. Давайте будем разбираться. Вернемся к части пятой статьи 67. Что нас с вами здесь интересует? Вот, смотрите, после слова, что я поставлю двоеточие. Для чего? Для того, чтобы разбить вопросы, которые мы с вами будем разрешать при исследовании письменных доказательств. Вот пункт 1 у нас с вами, да, подробненько убедиться в том, что такой протокол исходит от органа уполномоченного, да, данный вид доказательств. Далее мы, отдельный вопрос. Подписан лицами, имеющими право скреплять документ, подписью, да? Смотрите, как у нас выкладывается очень хорошо. И все мы с вами видим, мы видим, что нам необходимо исследовать. Содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Вот у нас сейчас появилось три вопроса, которые мы с вами должны будем разрешить. Я думаю, что вот любому из нас, вот я достаточно быстро изучил, я думаю, что вы точно так же сможете запомнить вот эти три нормы, нормы, с которых следует начинать исследование любого документа. Вот они все перед вами. Берите и пользуйтесь. Вы чувствуете, какой я сегодня щедрый? И вроде бы нет ничего такого, что, собственно говоря, подвинуло меня к этой щедрости. Ну вот я почему-то я сам себя не узнаю, я вам щедро отдаю на растерзание вот эти нормы права. Запоминаем их и попытаемся понять, каким образом они действуют, принять последовательность действий. А когда мы поймем и примем за правила применения этих норм, в нашей жизни наступит перелом. Какой перелом? Позитивный перелом. Мы не будем тратить огромное количество времени на разрешение многочисленных дурацких вопросов. Ну, давайте сейчас мы с вами перейдем к этому прекрасному документу, который называется протокол общего собрания. Итак, какой мы с вами первый вопрос будем разрешать при оценке протокола общего собрания? Итак, протокол общего собрания, вот эта формула, да? Протокол исходит от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств. Мы должны знать, что такое орган, каким образом подтверждается его полномочия представлять данный вид доказательств. И действительно ли в этом протоколе содержатся все те сведения, которые подтверждают факт того, что договор, вот этот протокол исходит от этого самого органа, который мало того, что он есть, а он еще и наделен соответствующими полномочиями. И если мы с вами увидим, что в документе сведения об органе и его полномочиях отсутствуют, уже на данной стадии мы будем говорить о том, что этот документ не имеет установленной силы. Вы понимаете, мы уже на этой стадии определим, так этот документ вообще ни о чем. Кто-то его подсунул, какие-то ж...ные его изготовили, какие-то ж...ные его используют в своей деятельности. А мы-то тут при чем? А мы тут совершенно ни при чем. А раз мы ни при чем, то вот забирайте этот документ, ну и используйте его по назначению. Ну, естественно, по какому-то назначению, куда можно эту бумажку использовать. Ну, тут у каждого свои фантазии могут разыграться. Я ваши фантазии в данном случае ограничивать. Не вправе, а напротив, хотел бы услышать ваши фантазии. Можете письменно в чате изложить, куда можно направить эту прекрасную бумажку. Итак, давайте переходим к протоколу общего собрания. Вот он, прекраснейший документ, прекраснейший протокол общего собрания собственников. Вот я сейчас сделаю всякие штучки, которые помогут нам его исследовать. Итак, мы с вами обязаны убедиться в том, что этот документ исходит от органа уполномоченного представлять этот документ в качестве доказательства. Для этого мы должны с вами узнать, а что же такое орган, который вправе уполномочен представлять данный вид доказательств. Для этого мы с вами обратимся к части первой статьи 44 Жилищного кодекса. Давайте я сейчас открываю эту норму права. И мы же с вами законники, мы с вами действуем в соответствии с законом и прочитаем. Вот. Часть первая, она определяет, что же это такое у нас орган управления многоквартирным домом. Давайте я его скопирую и внесу в наш с вами документ. Мы будем разбираться со всем этим хозяйством. Статья 44 ЖК РФ. Так вот, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. Чувствуете, органом. Да? Вот он, органом. То есть, органом управления является общее собрание. Сейчас я это подчеркну, чтобы вы видели. Вот он. Оказывается, что общее собрание является органом. Ну, второе предложение мы пока читать не будем. Мы его оставим. Хотя это тоже очень важное дополнение. Ну, и перейдем. Мы же должны еще с вами определиться не только с этим. Мы должны с вами определиться с полномочиями. Мы же должны разобраться. Ну, не каждый же орган. Ну, общее собрание собралось. Но это общее собрание может быть либо уполномоченным, либо неуполномоченным. Так мы должны с вами разобраться, а что указывает на полномочия общего собрания собственников. Давайте обратимся к статье, части 3, статье 45 ЖК РФ. И прочитаем, что же законодатель подразумевает под правомочиями, полномочиями. Вот давайте, смотрим. Вот, давайте я не все буду выделять, а часть копировать. Потому что, ну, если все, тут много информации лишней, она будет вам мешать. Часть 45. Вот она, часть 3, статьи 45. Вот смотрите. Общее собрание собственников. Сейчас я все здесь запомню, чтобы вы видели, вам было удобно. Общее собрание собственников в помещении в многоквартирном доме правомочно. Обратите слово, правомочно. Правомочно. Если в нем приняли участие собственники, обратите внимание, очень важная вещь. Вот она, правомочия написана. Это мы с вами должны запомнить. Если, видите, если условия, обстоятельства условия, да, указывая, что условия соблюдено. Условия соблюдено, значит собрание правомочно. Если условия не соблюдено, то собрание не правомочно. Так вот, мы с вами и читаем, что является правомочным собранием. Если в собрании приняли участие собственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов. Но это еще не все. Давайте я сюда вставлю вам эту нормочку, чтобы вы знали, что-то у нас уже статья 45 пошла. Берем статью 45. Вот. И теперь у нас с вами последовательно мы с вами разбираемся. Смотрите. Итак. Общее собрание собственников правомочно. Если при условии в нем приняли участие, да, а если не приняли участие, да, а если не приняли, то оно неправомочно. Но вы мне скажете, ну хорошо, Виктор Владимирович, а как нам определить, принимали там участие собственники, либо не принимали участие собственники. А вот здесь как раз и возникает очень хитрая такая штучка, дрючка, которая радостно, жены используют против вас. Они же пришли сожрать вас, ваших детей уничтожить, ваших родителей обобрать, ободрать, пустить по миру под видом того, что они выступают благодетелями. Но на самом-то деле никакие они не благодетели. Ну и давайте мы с вами будем изучать этот прекрасный протокол. Протокол Общего Собрания Собственников. Вы мне скажете, Виктор Владимирович, так вот смотрите, здесь же написано, что протокол Общего Собрания Собственников Помещений, многоквартирном доме даже, адрес написан какой-то. Интересно. Хорошо. Давайте мы будем смотреть. А про какой адрес-то идет? Дом 21. Предположим. Ну и давайте будем, выделяя вам вот эту часть вводную. Вот видите, я ее квадратиком выделяю красненьким, чтобы вы все посмотрели, и ознакомились, и убедились в том, что я вас, собственно говоря, не обману, я вам показываю. Смотрите, как ребятки пытаются сфальсифицировать документики для того, чтобы вас обобрать и обокрасть. Ну, давайте мы посмотрим, что во вводной части написано. Ну, тут инициатор Общего Собрания. Мы отдельно будем разместить. Дата начала, дата окончания, место передачи, решение собственников, площадь помещений. Значит, было вручено каких-то бланков решений 400, собрано 243. Вот. Смотрите, в заочном голосовании, да, смотрите, вот. Вот он основной прием, который применяется против вас, уважаемые участники площадки. Внимательно наблюдайте. Вот на этом заочном голосовании приняли участие собственники помещений, площадь указана, процент голосов. Вы скажете, так вот же сведения-то о собственниках-то. Вот они! Вот они! А я скажу вам, а где вы здесь увидели сведения-то о собственниках? Где вы увидели в протоколе сведения о собственниках? Тут написано, что собственники приняли. А собственники у нас, как известно, двух видов. Есть юридические лица, да, различные общества, акционерные общества, некоммерческие организации. Собственник может быть разным, юридическое лицо может быть собственником. И физические лица. Граждане, живые люди, животворящие, живородящие, живо, это, трепещущие, ну, кто как себя назовет, живолающие, живовосхищающиеся. Здесь можно расширить эти рамки, ну, у кого какие фантазии есть. Опять же, в ваших фантазиях я ограничивать вас не буду, мне не нужно. я напротив, я сжимаю информацию. Итак, в заочном голосовании могут принимать, как юридические лица, так и физические лица. При этом, мы с вами должны знать, понимать, что при, само юридическое лицо на общем собрании может представлять физическое лицо, представитель этого юридического лица. Юридическое лицо, это форма организации физических лиц. Форма, она различной может быть, но форма, она не может принимать участие в голосовании, но протокол, он же не может встать, пойти, разговаривать, принимать какие-то решения. Протокол, это вот письменная форма документа, так и юридическое лицо. Оно зарегистрировано, оно где-то, чего-то, но это форма организации. Форма не может сама по себе, без участия физического лица, представителя, осуществлять свои права, ну и исполнять свои обязанности. Поэтому в любом случае в собрании должны принимать участие физические лица. Ну, граждане там, предположим, не обязательно граждане, потому что могут быть не граждане, просто человек и так далее, по списку. Это все у нас можно перечислять до бесконечности. Физическое лицо, это условный код, условное наименование, оно никакой позитивной, негативной оценки в себе не содержит. Каких-либо преимуществ, каких-либо обязательств, оно само по себе не несет. Условное наименование, код, физическое лицо. Ну, и давайте мы все-таки посмотрим, а что у нас относится к физическому лицу. А для этого мы с вами откроем статью 19 гражданского кодекса Российской Федерации. Еще один закон, который мы с вами используем в нашей деятельности. Статья 19 имя гражданина. И вот здесь нас с вами интересует вот эта часть, пункт 1. Вот я сейчас вам разъясню, копировать, вставлю в эту бумажку свою, чтобы вы тоже восхищались нашими с вами действиями, преследованием письменных доказательств. Это очень полезная статья. Давайте мы ее с вами разберем. Смотрите, гражданский кодекс, статья 19. Имя гражданина, обратите внимание, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, собственное имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обытия. Во, какая интересная формула. Ну, мы можем под словом гражданин по аналогии, да, закон же не может все случаи в себя включать. Применяется так понятие аналогия закона, аналогия права. Так вот, гражданин, в скобочках, человек, живой человек, животворящий, живородящий, животрепещущий, там, ну, и прочее, там, до бесконечности, приобретает и осуществляет права, смотрите, вот она, приобретает и осуществляет права и обязанности, специально подчеркну, под своим именем, и что включает имя, включающим фамилию, собственное имя, а также отчество, ну, не во всех у нас национальностях, народностях применяется отчество, поэтому законодатель и указал, если иное не вытекает из закона, то есть отчество может и не быть, но фамилия и имя, это может быть, видите, тут национальный обычай, закон национальный обычай, еще раз, приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, ну, и теперь давайте перейдем сюда и посмотрим на наш прекрасный протокол и скажите мне, уважаемые участники площадки, назовите мне имена, включающие фамилию, имя, отчество каждого из собственников помещений, тут же приняли участие собственники помещений, ну, или их представители, вот смотрите, собственники помещений, специально он вам выявил, чтобы вы видели, ну, и где фамилия, имя, отчество тех, кто, что сделал? Воспользовался своим правом принять участие в голосовании, смотрите, нет сведений о фамилии, имени и отчество, если это отчество имеется у того или иного собственника, или его представителя, опаньки, мы убрали с вами самую главную составляющую, все остальное не имеет значения, отсутствует сведения о собственнике в протоколе, отсутствует, если бы они действительно физические лица, я буду говорить кодом, гражданин, животворящий, живой человек, не живой, там, ну, я не буду перечислять, если они приняли, так, извините, тогда в протоколе должны быть эти сведения отражены, а раз этих сведений в протоколе нет, значит, те лица, которые составили этот протокол, не зафиксировали участие этих лиц в заочном голосовании, не зафиксировали, и все остальные сведения мы сразу ставим под сомнение, нет фамилии, имени, отчества, значит, собственно говоря, нет ничего, то есть собственники не принимали участие в этом собрании, результаты которого оформлены протоколом, а значит, все решения в данном документе, какие ничтожные, и при этом мы с вами чем руководствуемся? Опять же, мы с вами руководствуемся частью 2, статья 67, никакие протоколы общих собраний не имеют для любого из нас заранее установленной силы, раз нет фамилии, имени, отчества каждого собственника, или его представителя, если собственником является юридическое лицо или физическое лицо, в любом случае. Мы вправе утверждать, что собственники в этом собрании участие не принимали, и нам не нужно больше ничего. Мы с вами что делаем? Опять же, часть 1 статьи 196, мы определяем, какие обстоятельства имеющие значение для принятия решения установлены. А что мы с вами установили? Мы установили, что в протоколе отсутствуют сведения о имени, о фамилии, имени и отчества каждого из собственников помещений в указанном многоквартирном доме или их представители. Смотрите, вот мы взяли несколько норм, они все перед нами исследовали, и уже на самом первом этапе мы поставили под сомнение установленную юридическую силу протокола общего собрания. Не надо больше ничего говорить. Давай мне документы при оценке протокола любой из нас обязан с учетом других доказательств, других документов убедиться. Документов других нет. Чем подтверждается то, что собственники приняли участие в общем собрании? Ничем. Протокол этот не подтверждает принятие собственниками помещений в многоквартирном доме. У меня по-моему прошлый год было судебное заседание. Судья тут заверещала. Вы что Виктор Владимирович собираетесь решение общего собрания собственников обжаловать? Я говорю да очень смешно. А как вы можете его обжаловать если в протоколе то отсутствует сведения о собственниках? Я говорю может быть вы где-то увидели уважаемый судья в протоколе то общего собрания перечень тех собственников чьи решения я должен обжаловать? Лично я не вижу этих собственников. Ну огласите может быть у вас чего-то получится. Затихла судья. Я говорю ну давайте я же здесь вот обжалуйте. ведь мы с вами правы смотрите какую еще норму права нам нужно сюда спиндюрить для того чтобы было понятно почему я прикопался именно к этим сведениям сведения о имени фамилии имени и отчества а давайте мы ка с вами вернемся и вот перед статьей 44 жилищного кодекса да я еще вставлю одну норму процессуального права которая позволит нам наконец разобраться с этим вопросом и понимать как закон нормы процессуального права помогает нам понимать с чем нам придется столкнуться если мы вдруг ни с того ни с сего признаем вот эту вот этот седевр мысли за документ имеющий юридическую силу мы же с вами должны знать о последствиях своего недобросовестного либо неразумного поведения ну вот давайте послушаем что говорит судья судья говорит Виктор Владимирович вы что собираетесь обжаловать решение общего собрания собственников я такой сижу и достаю и думаю ты дурак что ли или что у тебя с головушкой это все в порядке судья ты на документ то глянь прежде чем дурацкие то вопросы передо мной ставить ты судья это высшая каста среди юристов ну вообще то сейчас то она уже не высшая она уже сейчас низшая она уже там не только ниже плинтуса она опустилась она уже там по моему дно помоечное пробило давайте перейдем к нормам процессуального права которые я обещал вам с которыми я обещал вас ознакомить нас будет интересовать пункт 3 части 2 статьи 131 гражданского процессуального кодекса мы же будем с вами обращаться в суд для обжалования да вот я сейчас вам выделю эту статью и мы его пиндерим сюда и вам сразу все станет понятно почему я решил заняться этими вопросами и разъяснять вам а то ведь это п***ь которая скопилась у нас в органах судебной власти никогда ведь не будет вам разъяснять если я не займусь этим будет гарить вам в открытую глумбиться дуру включать вот это они научились делать а налогить порядок у них мозгов не хватает ну вот давайте будем разбираться с этой прекрасной нормой вот статья 131 ГПК РФ форма и содержание искового заявления то есть если мы обжалуем с вами решение общего собрания мы должны будем руководствоваться вот этой прекрасной нормой процессуального права многие ведь не знают у нас об этом ну и вот давайте смотрите нас предположим пункт 2 меньше всего интересует да на именно пункт 1 тоже на именование суда оно как бы тоже мало относится но нас интересует смотрите первое исковое заявление подается в письменной форме отлично обратите внимание в письменной форме подается и что мы должны указать вот вам часть вторая видите в исковом заявлении мы с вами при обжаловании давайте при обжаловании да добавлю при обжаловании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме исковое заявление при обжале должны быть указаны вот видите я добавлю вот это я его выделю чтобы понятно что-то я вставил здесь в письменной форме я пожирнее сделаю чтобы вы понимали что обязательно соблюдается письменная форма устной форме вы не вправе подавать исковое заявление так вот в исковом заявлении при обжаловании должны быть указаны Сведения об ответчике. А кто у нас является-то ответчиком? А ответчиком-то являются собственники, которые приняли решение, которое нас не устраивает. Ну, сведения об ответчике. Вот я вам их выделил. Смотрите, выделяем вам их, чтобы пожирнее, чтобы вы понимали. И для гражданина. А у нас в любом случае, хоть юридическое, хоть физическое лицо, гражданин там выступает, либо там живой человек, ну, без разницы. Смотрите, фамилия, имя, отчество и место жительства. Хотя бы вот эти. Хотя бы вот эти данные-то где? Ну, и как вы, уважаемые участники, можете обжаривать решение общего собрания собственников? Здесь нет фамилии, имени и отчества каждого из собственников, чьи решения вы должны обжаловать. А место жительства тоже не указано. Да? А вы обязаны каждому этому ответчику направить что? Уведомление, что его решение вы обжалуете. А? Ну, и как вы мне сейчас скажите мне? Может быть, я чего-то не понимаю? Может быть, вы каким-то образом начнете? Вот взяли, ознакомились, да? Вот он протокол. Опенки вам предлагают обжаловать решение собственников. То есть вы должны, первое, подготовить исковое заявление, в котором что? Указать фамилию, имя и отчество каждого из собственников помещений. Чьи решения-то вы собираетесь обжаловать? Ну, и чьи вы будете решения обжаловать? Вы с кем собираетесь спорить? С площадью. Вот здесь же просто, смотрите, как они мудро проставили. Площадь, да? У них, оказывается, собственники помещений площадью. У каждого собственника, оказывается, площадь имеется. У собственника отсутствует фамилия, имя, отчество. Адрес отсутствует. Ну, давайте мы, представьте себе, мы включаем дурака, да? Пишем исковое заявление, пишем сведения об ответчиках, собственнике помещений общей площадью. И представьте себе, мы такое исковое заявление приносим в суд. Да? Вы можете представить, как округлятся глаза у тех, кто будет читать ваше исковое заявление? Как они у них выкатятся из орбит, как напрягутся извилины? Где место жительства? Вот вы мне сейчас скажите сходу. А где? Тут про площадь про какую-то указано. Про площадь указано. Имя отчества, имя не нет, адреса нет. Ну, и кто будет выступать ответчиком по данному решению собственников? А? Уважаемые участники площадки, можем ли мы признать этот документ имеющим юридическую силу? Можем ли мы, воспользовавшись этим документом, оформить исковое заявление? Я думаю, что вопрос-то риторический. Никто не может воспользоваться этим документом. Никто. Нет у вас сведений, которые позволят вам надлежащим образом обжаловать решения собственников помещений. Ну, нет у вас, нет. В этом документе нет ничего. Более того, это еще мы с вами только взяли первую часть. Мы еще не углублялись по-настоящему. Но норма-то процессуального права нам предписывают. А тут, смотрите, даты и место рождения. Один из идентификаторов. Да? Смотрите. Серия и номер документа удостоверяющего личность каждого собственника. И где мы будем брать эти с вами сведения? Ну-ка, подскажите мне, пожалуйста, участники площадки. А вот здесь, смотрите. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя. А это если индивидуальный предприниматель? А если для организации? У нас же могут быть и организации у собственника. Опять же, наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. Опаньки. Ну, и вот судья мне задала этот вопрос. Скажите, как после постановки такого вопроса я должен относиться к лицу, которое исполняет обязанности судьи? Мы же все с вами приходим и статья 10 Гражданского кодекса говорит, что мы, часть уверения, статья 1 и статья 10 говорит, что мы должны действовать разумно и добросовестно. А что делает судья? Задает вопрос? А почему она задает вопрос ответчику? А? Уважаемые участники площадки, документ-то разве представил ответчик? Ну, были как раз в суде по вопросам о взыскании задолженности. Кто представил этот документ? Управляющая организация. Кто обязан с помощью других доказательств убедиться? Вот же мы с вами смотрим. Это же все действие, статья 67. Она в первую очередь, давайте мы посмотрим на статью 67. Это же она предписывает судье действовать в соответствии с законом. А судья мне включает дурака и вопросы задает. Хотя должна задавать вопросы не мне, а тому, кто представил этот документ. Видите, при оценке, при оценке любого документа, в том числе протокола общего собрания, суд обязан с учетом других доказательств. На суд возложена обязанность. А судья включает дурака и начинает спрашивать про документы у ответчика. Разве можно признать такие действия судьи разумными и добросовестными? Нет. Когда человек такой задает вопрос, я говорю, у меня сразу в голове передо мной лицо, которое не понимает значения своих действий и не может ими руководить. Я вот понимаю значение своих действий. Я основываюсь на нормах права. Я вам их рассказываю, каким образом их применять. Неужели я не судья, а один из представителей участников, в данном случае ответчика, должен разъяснять судье, что на него возложена обязанность убедиться в том, что этот протокол исходит от органов полномоченного представлять данный вид доказательств. И какие реквизиты должны быть в нем указаны. А? Неужели я это должен делать? Да нет, я не должен этого делать. Эти действия должен осуществлять судья. Потому что судье давать оценку, именно судья обязан поставить перед тем лицом, которое представило копию документа. Вопрос, а какими документами-то подтверждается, что протокол исходит от органов полномоченного данный вид доказательств. Именно судья вот по вводной части посмотрела, сказала, ну хорошо здесь про каких-то собственников идет речь. Но на него это обязанность убедиться в том, что этот документ исходит от органа, у полномоченного представлять данный вид доказательств. А в качестве собственников могут выступать физические и юридические лица. А где сведения-то об этих физических и юридических лицах, которые приняли участие в заочном голосовании? И это должен истец сказать, и мы должны истец сказать, слушай, дружище, в кавычках, потому что жилые для нас и любоеды никак не могут дружище. Но мы же приходим и действуем в стране, это в суде по принципу тупое еще тупее. Можем мы себе позволить поддурковать? Но раз это п***ь, которая представила этот документ, дуркует, почему бы нам не поддурковать? Мы подключаемся, присоединяемся, принцип равноправия, дуркует истец, мы тоже можем поддурковать. Мы можем так поддурковать, что мало не покажется. А можем под собственником помещения, какие-то там скрываются. Можем мы попредставлять? Ммм, конечно можем. Но он раз представил, что какие-то собственники наделили эту п***ь какими-то полномочиями. А фактически-то никто полномочиями не наделил. О чем тут речь вести? Собственники помещений, площади? Площадь-то к чему? К собственникам относятся ли? О, Господи. Ладно. Дурковать так дурковать. Пошли далее. Итак, мы не видим сведения о тех лицах, которые уполномочены представлять данный вид доказательств. Здесь смотрите, пункт первый очень хорошо связан с пунктом третьим. Неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Какие это реквизиты? А здесь, в данном случае, мы и говорим, какие неотъемлемые реквизиты нам необходимы. А вот они перечислены для гражданина. Фамилия, имя, отчество и место жительства. Можем мы ссылаться на пункт 3, части 2, статьи 131? Конечно, можем. Это же закон. Мы должны знать, вправе знать. Мы вправе знать серию номер документов, удостоверяющих личность. Где? Ну, где она? Я вам выделяю эти вещи. Это реквизиты, обязательные для данного вида доказательств. Иначе, как мы можем, во-первых, убедиться в том, что да, действительно, этот гражданин принимал участие в общем собрании. Нет фамилии, имя, отчество. Нет его места жительства. Мы что, должны по этим площадям метаться, что ли? Вот. 12353 квадратных метра, еще 0,08. Там где-то частичка какая-то маленькая где-то завалялась перед входом в какую-либо помещенец. У нас что, нюх собаки? А взгляд как у орла? Нет, вот лично у меня нет нюха собаки. И взгляд у меня никак не у орла. Я всего лишь голубь. Голубь, который сидит и тупит. Вот здесь, прямо на площадке перед вами. Включил дурака. Можете себе представить такого голубя? Вот он перед вами. Голосит здесь. Рассказывает вам о чем-то. Непонятно о чем. Смотрите. Для организации. Найменование и адрес. А также, если они... Вот. И где это все? А это закон. И это реквизиты, обязательные для данного вида доказательств. Вот они. Вот они. А их нет. Реквизитов, обязательных для данного вида доказательств. Которые позволят вам что? Реализовать свое право. Убедиться. Там же право. Убедиться. Как обязанность. Раз на вас возложена обязанность, значит, вам и предоставлено право. Каждый из нас обязан. А раз обязан, значит, ты в праве. Потому что не может быть. Права и обязанности, они обычно увязаны. Убедиться с других доказательств. А нет других доказательств. Мы еще не берем пункт 2. Подписан лицами, имеющими право. Мы пока с вами разбираемся с одним. Нет. Фамилии, имени, отчество. Адресы. Других реквизитов. Нет. Документ не имеет юридической силы. И не может быть положен в основу решения суда. Смотрите, как мы всего лишь несколькими действиями определили ничтожность самого документа. То есть этот документ указывает на ничтожность решения общего собрания. Да? Всего лишь несколько норм. Видите, 196-я, 67-я и 131-я. Вот. Нормы процессуального права. И связаны с ними статья 44, статья 45, статья 19 Гражданского кодекса. Но здесь же еще не все. Уважаемые участники площадки. Ну, если будет фамилия, имя, отчество, место жительства, да? Какого-либо гражданина, физического лица, да? Ну, может быть, даже будут сведения о документе, удостоверяющем личность. А чем подтверждается-то факт того, что это лицо, даже если фамилия, имя, отчество, является собственником помещений в указанном многоквартирном доме? Значит, вероятнее всего, должны быть документы, подтверждающие что? Подтверждающие право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме. А если этих документов в документе с названием протокол нет, что мы можем с вами говорить, что мы можем с вами утверждать? А мы можем с вами утверждать, что первое, собственник, любой собственник, ну, мое физическое лицо, не представился перед председателем, секретарем, перед теми лицами, которые оформили свой протокол. Не представился. Не представил этим лицам документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства, да? А также мы можем утверждать, что те лица, которые принимали участие в голосовании, не представили документы, подтверждающие право собственности на помещение в указанном многоквартирном доме. В противном случае все эти сведения нашли бы свое отражение в протоколе общего собрания. Смотрите, как интересно. Смотрите, как это здорово, да? Когда буквально 3-4 нормы, вот они все перед вами, позволяют проанализировать, обратите внимание, любой документ. Любой. Мы сейчас с вами смотрим только протокол, причем только первую часть. Мы еще с вами разбираемся с органом, который вправе представлять протокол в качестве доказательства. Больше никто не вправе представлять этот документ. А здесь сведений нет. Откуда тогда берутся сведения о том, что кворум имеется, да? Общее собрание правомочное. Откуда сделал такой вывод? А? Уважаемые участники площадки. Мы с вами вместе знакомимся. Я не могу сделать такой вывод, что имеется кворум, и что общее собрание собственников правомочное. Нет ни одного документа, подтверждающего, что в собрании приняли собственники. Но это то же самое. Вот я сейчас пишу апелляцию, к 25-му числу мне нужно подготовить апелляцию. Обжалую решение Выборгского городского суда. Там судья Киселева. Все судебное решение говорит о том, что ответчики проживали в этом помещении, проживали в каждом абзаце. Они проживали, проживали, проживали. Это знаете, мне что напоминает? Вот знаете, есть такая поговорка. «Сто раз, скажи слово, халва, во рту слаще не станет». Так как вот и Киселева, она сто раз называла там, что они проживали, проживали, а потом сославилась на норму права. А похрен, которое написано, а похрен, проживали, не проживали. Самое главное, оплати. «Да для чего ты ходила тысячу раз, ты одно и то же говорила, проживали или не проживали?» Это вообще не имеет значения для рассмотрения настоящего спора. Проживали они там и не проживали. Так и здесь указание сведений о собственниках. Давайте мы тысячу раз в каждом абзаце будем говорить. «Собственники, собственники, собственники, собственники». Но от этого мы не сможем сказать, что это действительно решение приняло собственниками. Будем кричать везде. «Да как это собственники, идите, оспаривайте решение собственника». Вот иди и оспаривай. Мне-то зачем это нужно? Ты мне не доказал факт того, что этот протокол принадлежит собственникам. Я-то что буду бегать? Ты вон перед судьями, они у нас в основном там дурак на дураке. Они вот прочитали, а я написал, «О, так это же собственники. А почему вы не обжаловали в течение шести месяцев? Знаете, вот эта п***ь, животные вот эти, они скопились у нас в органах власти, в полиции смотрят, о-о-о, а тут оказывается собственники. Так здесь же собственники приняли решение. И полиция начинает здесь утверждать, глаза круглые делать, значительность такую в голосе, у них значительность проявляется в голосе. Это же собственники, вы же не оспорили решение о собственниках? Задаю вопрос, где ты собственников-то увидал? А собственники-то это кто? А чье решение-то? Собственников! Ну хорошо, причитай пункт 3. Часть 2, статьи 131. И данные сведения о собственниках. Я же в суд должен пойти, я же должен оспорить решение собственников. И вот эти а**ьи, которые собрались, я по-другому не могу их называть. В органах так называемой власти, а на самом деле тупо, безграмотные, бездарные неучи, невежды, они, извините, загадили всю страну. Вот смотрите, любой из вас взял, не надо дальше ничего смотреть. Мы дальше перейдем, я буду, потому что сейчас у нас будет пункт 2, вот вернее, да, вот там разбираться, часть 5 статьи 67. Но если нет собственников, дальше-то зачем двигаться? Ведь только собственники могут наделить полномочиями председателя, секретаря, членов счетной комиссии. А их нет! Ну нет собственников. Вот смотрите, двигаемся, да, пункт 1 повестки дня, специально выделю, пункт 1 повестки дня, выделяю, да? Повестка дня общего собрания собственников, о выборе председателя и секретаря общего собрания, а также об утверждении состава счетной комиссии. Прекрасно! Здорово! Восхищен! В ладошки потные хлопают. От счастья, что мне представили такой документище. Офигительно по содержанию, по оформлению. Если нет собственников, да кто выбрал председателя, секретаря, а также утвердил состав счетной комиссии? Скажите мне, пожалуйста, а? Святой Дух, что ли, это сделал? А может быть, это фантазии вот этих приурков, которые подписали этот документ? Мы сейчас посмотрим. Там ведь какие-то закорючищи стоят. Там же какие-то сведения указывали. Мы должны знать имена этих, у которых с головушкой-то не все в порядке. Они документы подписывают, но мозгов-то нет. Последствия-то не просчитывают они. Но они не просчитывают последствия. Почему? Потому что у нас в судебных органах власти, в прокурорских, в полицейских, в следственном комитете тоже, видимо, людей разумных-то нет. Собрались одни недолбики, да недолбики, которые не пользуются нормами процессуального-то права. В результате мы все с вами кувыркаемся в этой помойке. Вы ходите к ним, жалуетесь, а там ду... перед вами сидит. Ну и что, что у него фуражка на голове или погоны на плечах. Он ду... Невежда, не ручь. Вы ему говорите простые вещи, а он сидит на вас пярится. Ты что тут говоришь мне? Это же собственники приняли помещение, приняли решение. Охренеть. Охренеть. Ну давайте мы с вами разберемся все-таки с вопросом, который указан. Вот мы с вами, мы же с вами идем по 67-й статье, подписан лицами, имеющими право скреплять документ подписью. Кто их правом-то наделяет? Тут два пути. Либо они сами наделили себя правом скреплять документ подписью. Ну самоуправно. Да? Уголовное преступление совершили. Самоуправно наделили себя правом скреплять документ подписью. Как вы думаете? Ну если нет лиц, то есть вот я не передавал, предположим, право скрепить документ подписью, я не избирал этого председателя, секретаря, членов счетной комиссии. Другие граждане их не наделяли такими полномочиями, правами такими. Значит они самоуправно подписали документ. Ну я правильно раскладываю, наверное, или как? Другого-то нет. Либо есть лица, которые их наделили такими правами. Скрепить документ, протокол общего собрания. Вот здесь документ мы попишем, протокол общего собрания, да? Давайте разберемся, кто и каким образом наделил полномочиями. Я немножко забежал, уважаемые участники площадки. Еще одна норма нам потребуется. Давайте вернемся все-таки. Мы с вами сейчас разбираемся с лицами, которые выступали в качестве собственников. Тут еще должен быть один неотъемлемый реквизит для данного вида доказательств, подтверждающий участие в общем собрании собственников. Давайте обратимся к статье 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации. У меня нет от вас каких-то секретов, каких-то тайн. Мы вместе с вами исследуем, берем норму права и смотрим. Давайте 160 статью мы с вами действуем по принципу тупой еще тупее. Смотрите, сделка, вот я сейчас ее просто выделяю и вставляю в наш с вами документ. Где там у нас 19 статья? Давайте сейчас 160 ставим. Вот вставляю 160 вот смотрите, сделка в письменной форме. Что такое сделка? Это действие. Принятие решения это же действие. Мы приняли решение, мы разрешили вопрос, мы разрешили какой-то спор. Это все действие. Еще раз. Протокол или решение собственника, решение собственника, решение, я по одному буду говорить, потому что решение собственника, да, в письменной форме, да, что должно быть совершено, правильно, путем составления документа, да, выражающего его содержание, решение, да, его решение содержания, содержание решения и подписанного лицом и лицами, то сделавший, да, принявшими решение, да, принявшими решение, либо должен образом уполномоченными ими лицами. Это мы сейчас плавненько переходим и к той части сначала давайте закончим с собственниками, а потом со всеми остальными. Итак, вот эти части я вставляю, чтобы вы видели, да, подчеркну их, что это действительно я тут ставил. Еще раз, решение собственника в письменной форме должно быть совершено путем составления документа, выражающего его содержание, то есть содержание действия, решения и подписано лицом или лицами, принявшими решение, принявшими решение, либо должным образом полномочиям, принявшими это решение. Давайте, это решение, чтобы было понятно, да? Смотрите, отлично, вот перед нами протокол, если принимали решение собственники, значит, они должны что сделать? Своё решение скрепить своей подписью, своё решение скрепить своей подписью, но давайте посмотрим, тут приняли участие собственники, фамилии, имени, отчества нет, давайте посмотрим, кто у нас подписал этот документ, вот смотрите, я сейчас вам тоже выделю, вы сами определитесь, вот они, полномочный представитель ДСВЖР по доверенности, и какой-то Яковлев Олег, вопрос, это что, Яковлев Олег полностью является собственником всего дома, в том объёме, который указан во вводной части, а полномочный представитель общества УК ДСВЖР тоже является собственником помещений в многоквартирном доме, давайте глянем первую страничку, инициатор общего собрания, тут ничего не сказано, вот я выделяю, тут не сказано, что общество является собственником помещений в указанном многоквартирном доме, тут просто указано, что общество с ограниченной ответственностью, возможно, но здесь не указано, что это общество является собственником, так у нас получается, что, Давайте опять перейдем. У нас 12353 квадратных метра Яковлеву Олегу. Ну, здесь почему-то написано КВ-247. То есть, одна квартира? Или это квартал? Или что это? Вот КВ. Конский возбудитель номер 247. Что это такое? Я не знаю. По какому адресу? Может быть, это квартал в его собственности находится? Квартал 247. В городе Сургуте есть квартал какой-то под номером 247. 12 тысяч квадратных метров. Ну, с хвостиком с небольшим. Такой мышиный хвостик. Но Яковлев, Олег, хорошо, а к нам-то какое отношение имеет? У него там сколько квадратных метров? Видите, не написано ничего. Сколько принадлежит? Яковлев, Олег. Ну, вот я, например, даже подписи здесь не вижу. Вот это, уважаемые участники площадки, кто бы вам чего не говорил, это не подпись. Так же, как и вот это не подпись. Это не подписи. Подпись у нас четко указана. Национальный обычай. Этот национальный обычай закреплен во всех без исключениях словарях русского языка. В том числе и юридическом словаре. Согласно национальному обычаю, подпись это собственноручно написанная фамилия. Вот здесь я смотрю, каждый из них так свою фамилию написал, словно бык на лугу поссал. Видите, как он? Рисунок. В детстве, видимо, выбегал на луг. Чернышова Ольга тут. Ну, я не знаю, может быть, тут не она, может быть, и Яков Люфрик, может быть, не он, а кто-то за них. Я же не знаю, потому что чего-то тут накорябано. Обычно по подписи можно определить лицо, которое не способно написать свою фамилию. А раз оно не способно написать свою фамилию, значит, оно является ограниченно дееспособным. Ну, а разве мы можем доверять лицу ограниченно дееспособному, доверять тем сведениям, которые он скрепил своей подписью? Нет, конечно. А у них, я так, насколько понимаю, у КДС, ВЖР-то там с головушкой-то у всех не все в порядке. Вот смотрите, Ушакова, начальник юроддела, видите, если она действительно вот это, честно говоря, в нормальной стране вот за такие дела. Да какой ты юродел? Какой ты юродел? Ты юродел? А, может быть, юрасты. Я что-то забыл. У нас же две категории граждан. Есть юристы, есть юрасты. Так, может быть, начальник юрастического отдела? Ну, тогда, может быть, я вполне соглашусь. У всех юристы, а у них здесь юрасты документы подписывают. Но, а раз юрастические наклонности проявляет госпожа Ушакова, мы-то как, мы должны просто улыбнуться, ну, продолжай. Ну, купила ты там диплом где-то по дешевке в подземном переходе. Ну, или нашла, может быть, я же не знаю. У нас сейчас в суде дурак на дураке. Тоже юрастики собрались. По их вопросам можно определить. Я в следующий раз как-нибудь проведу занятия, как по вопросам, которые ставит судья, определять, кто перед вами юрист или юраст. Мы сегодня краем коснулись этой темы. Так вот, два человека подписали. Кто их наделил полномочиями? Кто наделил полномочиями? Мы не знаем. А если мы не знаем, кто наделил их полномочиями? А более того, смотрите, тут то же самое. Применяем с вами, уважаемые участники площадки статью 131. Нам должны быть сведения для гражданина. Фамилия, имя, отчество, место жительства. Серия и номер документа, удостоверяющего личность. Кому мы будем предъявлять иск? Сведений здесь нет. Подписей собственников нет. Мы с этого с вами начали. То есть, принять это решение, кто принимал решение? Подписей нет. Раз подписи собственника нет, значит, собственники решения это не принимали. А для чего тогда подсовывают этот протокол? Вот видите, уважаемые участники площадки, всего лишь, что нам нужно. Несколько норм права. Вот они все перед вами. Если мы применяем вот эти нормы права, мы фактически, фактически даем оценку любому документу на 90%. На 90% мы даем оценку любому документу. Я вам сейчас продемонстрировал, как это делается. Это легко делается. Без напряжения. С улыбкой. Я бы даже сказал, с похохатыванием, с глумлением над нашими ж... Которые приняли участие в оформлении наскальных рисунков. Они даже, вот смотрите, как забавно рисуют свои фамилии. Мы быка вспоминаем, лук вспоминаем, да? В росе. Я иду по росе, босы ноги мочу. Да? Я такой же, как все. Я тоже хочу узнать, кто это сделал. Ведь эта п*** спряталась от нас. Она труслива и покастлива. Она труслива и покастлива. Она возлагает на нас обязанности. А я напомню, уважаемые участники площадки. С 15-го года это уголовное преступление. Причем это уголовное преступление не только в той части, что его изготовили. Но и в части его использования. И тут опаньки. И тут возникают вопросы. А кто его использует, вот этот документик-то сфальсифицированный, а? Но это еще не все. Я хочу перенести нашу с вами встречу на завтра, на 11 часов Москвы, чтобы продолжить исследование вот этого шедевра мысли домашних жертв. А сегодня давайте мы с вами поговорим, что же мы нового-то узнали. Давайте только, пожалуйста, по теме. Давайте будем обсуждать те нормы права, которые я вам указал. Давайте я покажу вам еще раз. Смотрите, сколько норм права. Статья 196, 67, 131 Гражданского процессуального кодекса. Статьи 44 и 45 Жилищного кодекса Российской Федерации. Статья 19 и 160 Гражданского кодекса. Много норм? Нет, не много. Можно их исследовать? Можно. 7 статей, причем не полностью. И уже любой документ, обратите внимание, любой документ, который есть у вас на руках, вы можете исследовать и сделать это профессиональнее, чем судьи. Судьи, я вам скажу, они не умеют этого делать. Возьмите, поднимите свои решения, и вы увидите, что там нет исследования и оценки письменной доказательств. У них мозгов не хватает. У судей. Потому что в суде сегодня набирают, извините, не тех людей, которые любят свою профессию, свое дело, страну свою любят, народ свой любят. А в суде у нас сегодня, в прокурорские, в полицейские, в следователи. Чаще всего набирают жи***ных. Но у меня такой вывод. Безмозглых жи***ных, которые не знают элементарного и лезут к нам гадить. Единственное, что они умеют хорошо делать, гадить. В результате того, что они нам гадят, страна умирает. Скажите, вот то, что я сегодня вам в конференции рассказал, вызывает какие-либо сложности? У любого из граждан страны. Вот давайте я сейчас включу микрофоны, и мы поговорим. Пожалуйста, давайте по нормам, право по документу. И никуда пока не уходим. Если вам нужно будет пообщаться по другим вопросам, мы с вами отдельно можем собраться. Я выделю вам время, и мы поговорим. Включаю микрофоны. А то ведь вы не вытерпите, накидитесь на меня, не даешь нам высказать свое фи по поводу состоявшейся лекции. Знаю я вас, вашего брата. У меня вот такой вопрос. Это Наиль. Смотрите, вот протокол наш, который провели, о смене управляющей компании, то же самое написано. Сейчас, сейчас, сейчас. В голосовании принимали участие 172 собственника помещений, владеющие 5 326-35 квадратных метров, что составило 58,40%. Больше информации от общего числа голосов собственников. Больше никакой информации, подтверждающей, что голосовали собственников нет. Потом переходим в конец, где приложение к протоколу, и тут появляется реестр собственников. Правда, у меня вот этого собственника, реестры нет. Этот реестр можно будет применить как доказательство или нет? Или должно было указаться вот где? У нас в водной части. Видите, я уж специалистом стал, знаю, что такое водная часть. Нет. Такой вопрос. Квеле начинает проразаться. Да, Наиль? Да, да, да. Значит, давайте мы с вами отдельно поговорим по вашему протоколу. У меня предложение. Почему? Потому что давайте вот по этому документу, потому что вы уже, я смотрю, по аналогии проанализировали вводную часть. Мы доберемся до всех остальных документов. Я все буду подробно рассказывать, если вас это устроит. Давайте не будем торопиться. Все, понял, спасибо. Ну, вот, Наиль, минутку. Вам все понятно из того, что я сегодня вам рассказал? Да, да. Понял. Легко доступно? Да, вот мне вот этот шаблон был, чтобы по этому шаблону еще раз пройтись, закрепить, вот, куда-нибудь. У меня на площадке сегодня будут выложены все шаблоны, пожалуйста, берите, пользуйтесь. На страничке у меня в ВКонтакте. Плюс еще я видео перемонтирую. Да, и я тоже видео выложу урока. Так что берите, пользуйтесь и полным объемом. Все понятно, спасибо. Я, как всегда, немножко в сторону отхожу, потому что надо взглянуть на эту проблему немножко сверху. Когда мы хотим принимать, принимаем какое-то либо решение, мы вначале объекты, свойства и прочее классифицируем. То есть мы говорим о том, что это нам нужно, это не нужно, это мы можем воспользоваться, этим не можем воспользоваться и почему. Но для того, чтобы классифицировать объекты, нужно иметь четкое определение. Видите? Поэтому первый закон формальной логики, закон тоже говорит о том, что мы сначала должны установить определение четкое относительно. Вот в этих определениях указываются основные свойства того или иного объекта, того или иного действия. Четвертый закон формальной логики, закон достаточного основания, говорит, что все вот эти основные свойства, то есть это и есть основание, список оснований, все вот эти вот основные свойства того или иного объекта, того или иного действия должны быть истинными, то есть подтверждены. Ну смотрите, определение это слова, а это просто слова сами по себе, пока нет объекта для сравнения. Как только у нас появляется объект для сравнения, вот здесь мы начинаем как раз по пунктам сравнивать. Понимаете, обладает ли вот этот объект теми свойствами, которые прописаны в нашем определении для этого объекта. Вот то, что сегодня вот как раз Виктор делал, он как раз показывал, что объект, в данном случае протокол общего собрания, не обладает свойствами, которыми должен обладать. Понимаете? И определение, что такое протокол общего собрания, он взял из жилищного кодекса, что там должно содержаться и как должно быть. Понимаете? Каждый пункт проверяем. Есть, нету. Если хотя бы один пункт отсутствует, то есть объект нельзя называть протоколом общего собрания. То есть это общий принцип для любого документа, для любого действия. Понимаете? Определение и объект для сравнения. При этом используется в логике, которая при доказательстве обязательно используется третий закон формальной логики. Закон исключенного третьего. Почему? Потому что либо объект обладает этим свойствами, либо объект не обладает этим свойствами. Третьего не дано. Мы должны все время показывать, обладает, не обладает. Если не обладает, то этот, то есть объект мы не можем называть тем определением, с которым мы сравниваем. Да. А, здесь написано протокол, написано протокол общего собрания. Стоп. Но мы только что установили, что это, это не является протоколом общего собрания. Видите, смотрите, название не является основным свойством документа. Основным свойством документа всегда формой содержания. То есть в определении, что такое протокол общего собрания, в ЖК прописано, чему должно соответствовать. Принимать решение только по одному названию, что это протокол общего собрания, как поступают судьи, естественно, нельзя. Вот. И мы сейчас как раз именно это разбираем. То есть мы как раз и должны заявить о том, что да, это не является протоколом общего собрания. И не может быть положено в основу решения суда. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу. Там конкретно же написано про это. То есть то, что не доказано. И смотрите. Вот. И дальше. Вот смотрите. Мы опять же, вот когда идем в сравнение, значит, инициатор общего собрания мы видим, какая-то организация. Мало того, что это организация, но организации рук, ног нету, ушей нету, глаз нету. Это же организация. То есть как она может быть инициатором чего-то? Инициатором может быть собственник. Но в последних изменениях ЖК инициатором, в принципе, может быть и управляющая организация, если она является управляющей организацией. Но если она не является управляющей организацией, она не может быть инициатором. Но опять же, каждую организацию должно представлять какое-то лицо. То есть это не указано. То есть мы не знаем. Во-первых, здесь не указаны реквизиты организации. То есть уже здесь, да, нарушено. Это Виктор уже отметил. Но дальше есть еще один очень интересный момент, на который многие тоже попадаются и клюют. А где установлено, как голосуем? Что такое один голос? В законе написано, то есть сравнение голосов. То есть 50% голосов должно быть. А вес этого одного голоса не установлен. То есть как голосуем, на самом деле, опять же, устанавливается на собрание, в начале собрания, присутствующие голосуют. А вот опять есть проблема. А что же тогда кворум? То есть если у нас не установлено вес голоса, мы не знаем, как определить кворум. Потому что, вот смотрите, здесь вот написано, 445 бланков решений было роздано. Получено 243 бланка. А с какого перепугу вдруг определено, что это 78% голосов? Ну вот смотрите, один человек владеет, например, квартирой в 150 квадратов. А пять человек владеет квартирой только в 100 квадратов. То есть бланков будет выдано 6, но пять человек имеют голосов меньше, чем один. Если смотреть по квадратным метрам. А если смотреть по количеству поднятых рук, то тогда пять имеют кворум. То есть они больше 50% поднятых рук. На очном голосовании чаще всего поднятые руки. Но опять же, вот здесь, это должны устанавливать сами собственники. Да, это вот одна из проблем, которая на самом деле до сих пор не разрешена. И нам навязывают вот таким вот образом, хитро тоже навязывают, что якобы вот так надо голосовать. Вот, некоторые вопросы так. Очное собрание, то есть очная часть собрания. Да, вот смотрите, выбор, вот у нас повестка, есть собрание. Первое, выборе председателя, секретаря общего собрания и также утверждение счетной комиссии. Стоп. Но если у нас нет кворума на очном собрании, то мы не можем выбрать ни председателя, ни секретаря, ни счетную комиссию. Тогда откуда появляется в этом протоколе вдруг подпись председателя, там, например, секретаря и членов счетной комиссии. Потому что при заочном голосовании у нас не установлено, кто является счетной комиссией. Понимаете? То есть, если у нас заочное голосование, а счетная комиссия неизвестна. И потом, смотрим, у нас есть представитель в счетную комиссию от ООО, вот этого. Подождите, но. А в счетную комиссию избирают только собственники. И в счетной комиссии может быть только представитель собственников. Или же человек, которому доверяют собственники, понимаете, которые отдали, собственники отдали ему право посчитать, что да, это честные люди, честный человек, он посчитает правильно. Он нас не обманет. А быть представителем для счетной комиссии от организации, а кто его туда выбирал? Никто. То есть, заинтересованное лицо, в данном случае, вот это ООО, на самом деле не столько ООО, а сколько владельцы этого ООО, были заинтересованы в подмене такой вещи, как выбор счетной комиссии. То есть, они навязали там своего счетчика организации. Вот. Но самое главное, то есть, в анализе таких вот документов должен быть принцип. Мы сначала классифицируем. Относится этот, можно назвать этот документ протоколом или нельзя? Можно ли документ назвать, например, иском, заявлением или нельзя? Можно ли вот действие назвать именно таким именем или нельзя? То есть, всегда должен быть определение и объект для сравнения. Вот этот объект мы как раз и наделяем соответствующие свойства. В дальнейшем, да, вот эти вот обстоятельства мы определяем. Это обстоятельства, вот этот протокол является обстоятельством юридически значимым или не является. Все. Третьего не дано. Вот, я все сказал. Ну что, дополнение очень хорошее. Значит, уважаемые участники площадки, Леонид, значит, добавил к тому, что, о чем я говорил на уроке, он добавил специфику логики, элементарной логики, правил и приемов элементарной логики. Действительно, что мы с вами сначала сделали? Мы сначала определили, какие нормы права, какими нормами права мы будем руководствовать. Потом мы определили значение тех или иных реквизитов, которые нам необходимы. Ну, подставили за место, ну, исследуем мы с вами протокол. Значит, за место документа или доказательства мы подставляем, под словом доказательства мы понимаем протокол общего собрания. Если будет другой документ, там, предположим, решение собственника, значит, будем исследовать, подставим за место слова документ, будем подставлять решение собственника. Самое главное, это действовать последовательно и в порядке, который я вам рассказал. Поэтому этот порядок, он, если вы будете им пользоваться, вот смотрите, здесь буквально 7 норм, он позволит вам проанализировать, я повторяюсь, проанализировать большинство документов, которые поступают к вам. И чаще всего эти документы, вот мы смотрим, значит, эти документы возлагают на вас какие-либо обязанности. И вот, как только мы начинаем исследовать эти письменные доказательства, документы по правилам установленных нормами процессуального права, у вас становится ясно, ну, фактически вы сразу разбираетесь со всеми реквизитами, которые в этом документе отсутствуют. И вы можете самостоятельно, без помощи суда, без помощи судей, прокурорских, полицейских, сделать вывод о тех или иных обстоятельствах. И это, я думаю, что очень важный навык, который вы обязаны приобрести. Рекомендую вам, уважаемые участники площадки, каждому самостоятельно взять, вот я опубликую вот эти нормы права, и теми правилами, пользуясь теми правилами, которые я рассказал, проанализировать протокол общего собрания, который у вас есть. Вот мы взял здесь, у него есть какой-то протокол, проанализировал, и я так, насколько я понял, у него не возникло каких-либо сложностей в определении, как обстоятельств, которые имеются в протоколе, так и обстоятельств, которые в этом протоколе отсутствуют. Ну, обстоятельства там, сведения о лицах, принявших участие в голосовании, сведения о собственниках, сведения о именах, адресах, да, местах жительства. А это все важные реквизиты. Как только мы начинаем связывать нормы права с конкретными реквизитами и сопоставлять отраженные в документе реквизиты с теми требованиями, которые предъявлены законодателем к реквизитам, у нас начинает всплывать то дырявое полотно, все те дыры многочисленные в документах, которыми мошенники пытаются прикрыть свои противоправные действия. Потренируйтесь, пожалуйста. Потренируйтесь. Это вам поможет разбираться со многими процессуальными документами гораздо быстрее, чем я. Гораздо быстрее, чем это делают судьи. Я благодарен, Леонид, хорошо дополнил. Молодец. Может, чуть-чуть добавлю я еще? Да, 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 пожалуйста. Вот, да, вот то, что вот эта логика, вот эта вся, про которую я говорил, она вся заложена в процессуальном кодексе. То есть, когда вы идете и выполняете инструкцию, которая заложена в процессуальном кодексе, вы как раз и делаете вот ту логическую работу, которую положено делать. И вы всегда будете объективны. То есть, судья зачастую не выполняет инструкции, заложенные. Поэтому решения судьи не соответствуют объективности. Хорошо, да, хорошее дополнение. Так, уважаемые участники площадки, у кого еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Пожалуйста, не затягивайте. Смелее, смелее, не надо. Скромничать не надо, мы не на суде, мы не где-то в органах власти. Пожалуйста, обсудим, почему вы не стесняйтесь задавать вопросы, не стесняйтесь. Да-да, вот можно здесь я тоже еще добавлю. Вот здесь начался вопрос обсуждаться. Я как раз прокомментировал, что да, нам неизвестно, кто участвовал в создании этого документа. Я просто рекомендовал, давайте, надо подать заявление в полицию об установлении этих лиц. Кто участвовал? Ну, вот смотрите, Леонид, хорошее предложение. Надо здесь не только подать заявление. Насколько я понимаю, здесь нужно подать заявление о возбуждении уголовного дела в связи с использованием официального документа, имеющего признаки его подделки, фальсификации, подлога. Для этого нужно, я смотрел, много документов люди выкладывают, очень много лишнего пишут. То есть не те сведения, которые должны быть отражены в соответствии с нормами уголовного процессуального кодекса. И вот здесь давайте мы как-то, я одно из занятий проведу, я покажу, каким образом грамотно оформлять эти процессуальные документы. Потому что я так понимаю, что у большинства участников площадки составление таких документов вызывает определенные затруднения. Еще вопросы? Частично можно начать с малого, а пусть полиция установит лиц, которые участвовали для начала. А дальше... Значит, здесь смотрите, Леонид, я просто поясню. Ведь подача заявления, мы же должны с вами грамотно это все делать. Подача заявления сопровождается подачей ходатайств. То есть заявление мы указываем на нарушение каких-нибудь прав, свобод, законных интересов своих. И сопровождать, о чем вы сейчас говорите, сопровождать определенными, значит, определенными ходатайствами, заявлениями. То есть исследовать тот-то материал, установить лиц, которые, предположим, от которых, кто передал этот документ. Интересный же этот вопрос. Кто передал этот документ, значит, в управляющую организацию? Кто зарегистрировал этот документ в управляющую организацию? Вы видели, что регистрации-то нет в управляющую организацию? В данном случае этот документ захватила сама ООО, потому что как инициатор. Это кто-то распорядился. Распорядился нашими правами и свободами. Возложил у нас дополнительные обязанности необоснованные. Вот завтра будем разбираться. Там уголовщина. Содержание уголовщина. Да, да, вот я вижу дальше читать. Я пока не стал это запомнить. Мы не будем сейчас это. А там сплошная уголовщина. И, значит, все действия направлены на то, чтобы, значит, захватить общую собственность. Использовать эту общую собственность в своих корыстных интересах. Это и здесь, и здесь и признаки мошенничества. Здесь и признаки самоуправства. Здесь очень много признаков преступлений. Но мы будем с вами это отдельно разбирать. Присвоение доходов от эксплуатации. Да, да, да. Там очень много всего. Поэтому давайте мы сейчас не будем забегать. Мы не будем забегать. Я просто пока вот надо установить лиц, которые вот это вот. То есть, по крайней мере, у нас будет ответ, есть эти лица или нет этих лиц. Да. А это мы можем использовать свою защиту. То есть, о том, что протокол действительно или недействителен. То есть, может быть, можно ли юридически значимым или нет. Такой вопрос, как действительно ли этот протокол подписали указанные в нем лица. Это самый главный вопрос. Потому что здесь, смотрите, если они подписали, а фактически документ свидетельствует о том, что эти лица полномочиями не наделены. Значит, собственно говоря, они и распорядились, самоуправленно распорядились чужими правами и свободами. А это, извините, уголовное преступление. Более того, а гражданский кодекс 183 статья указывает, что если они совершили эти действия, не имея на то полномочий, значит, управляющая компания, значит, в праве предъявить им требования, взыскать с них убытки, потребовать, чтобы они исполнили обязательства за место собственников. Ведь это тоже один из вопросов, разрешение вопросов. Не те собственники, которых обманули путем предъявления вот этого протокола, сфальсифицировано, пусть платят. А те, кто его сфальсифицировал, пусть они и платят в управляющую компанию. Один раз за 12 тысяч квадратных метров, один месяц заплатят, я уверен, что как начнут бегать, что мало не покажет никому. Чтобы управляющая организация сама установила тех лиц, которые должны ей платить, хотя это представители самой управляющей организации. Ну да. Вот зачем мы полицию привлекаем? Ну, давайте так, это отложим, это на будущее, на перспективе. Это только начало, то есть мы вводная часть. Вводная часть. Так, если протокол, то пункт 3 статьи 327, применение заведомо ложного экзамена для получения выгоды. Да, да. Уважаемый участник, есть еще вопросы? Пожалуйста, перетяни. Давайте, Антон, ваш вопрос. Я вот тоже хочу дополнить, вы сейчас вышли на тот вопрос, который я хотел поднять. То есть, благодаря нашим общим усилиям мы научились очень хорошо выявлять вот эти все недочеты, недостатки, короче, признаки фальсификации и все остальное. Вопрос в другом. Как это дальше применить? Как заставить систему? У Виктора очень хорошо отработан путь, это путь самозащиты, то есть через апелляции, через суды, когда управляющие компании в основном нападают. Нужно рассмотреть другую стратегию и предоставить такие инструменты, с помощью которых любой человек может просто на пустом месте истребовать вот эти бумаги, убедиться, что выявить признаки фальсификации, если они есть, и дальше план действий конкретный, что куда писать, какие заявления, допустим, я не знаю, там в прокуратуру, в МВД, плюс еще в ГЖИ, чтобы они вот это все проверили и выявили, что не соответствуют требования лицензии, административные статьи, там 14.1.3, грубейшее нарушение лицензионных требований и т.д. ТП, то есть стратегию атаки разработать. А у нас получается, сейчас мы защищаем отдельных людей, на которых подают суд. Я считаю, что нужно тоже вот этот путь нападения, именно выбивание вот этих протоколов, то есть оснований для действия данных юридических фирм. У меня язык не проворачивается называть их управляющими компаниями, хотя не специально вот это слово, фразу «управляющая компания» он встраивает в название. Они заранее сами себя определили, что они управляющая компания. Я вот такое дополнение хотел сделать. Понятно. Значит, смотрите, Антон, мы сейчас как раз этот вопрос с Леонидом при вашем участии обсудили. Мы как раз и говорим. Сейчас мы сделали первый шаг. Первый шаг, который позволяет каждому из нас, из вас, из других участников, кто будет смотреть эту запись, самостоятельно проанализировать этот документ. Первый шаг, мы берем документ. Второй шаг, мы знакомимся с нормами права. Я их представил, 7 штук. Третий шаг, проводим анализ этого документа. И делаем предварительные выводы на основании сделанного анализа. Вот этот шаг нельзя пробегать. Почему? Потому что если вы научитесь сделать вот этот шаг, все остальные шаги, они производные от этого шага. Все документы процессуальные. Мы будем дальше, я буду показывать вам, как составлять процессуальные документы. Они будут изготовлены путем использования тех же самых нормативно-правовых актов. Так вот, сейчас вот этот шаг пробегать нельзя. Нужно, чтобы каждый взял и проанализировал любой свой протокол и пришел к тем же самым выводам, что пришел и я. А дальше, конечно, естественно, мы делаем определенные выводы. Мы составляем процессуальные документы, которые будем подавать в различные органы государственной, муниципальной власти. Для того, чтобы что? Для того, чтобы показать, что мы, извините, ребятки, что мы гораздо лучше знаем фактические обстоятельства, которые сложились в связи с изданием вот этого протокола общего собрания. Давайте не будем торопиться, давайте будем действовать последовательно, изучать, воспринимать эту информацию правильно, грамотно. И уже дальнейшие наши действия, чтобы у нас происходили, когда я рассказывал какой-то материал, Леонид дополнял, чтобы мы понимали все вместе, о чем идет речь в том или ином материале. Забегать давайте не будем. Будем действовать медленно, но достаточно быстро. Еще вопросы? Лада пишет, прекрасное предложение первому подавать. Так вот, многим говорю, поспешай, не торопясь. Есть такое понятие. Не разобравшись с вопросом, не понимая значения слов, у нас люди идут и проигрывают все. Там, где нужно выигрывать. Научитесь понимать то, о чем я говорю. Более того, научитесь выражать свои мысли именно таким языком. Только тогда у вас появится возможность побеждать. Вы будете знать, что не нужно лишних слов говорить. Если есть имя, вы прекрасно знаете, что значение имя, слово имя, оно включает имя, имя, отчество. Поэтому говорите, а где здесь имя? Нету. Если вы знаете, что слово подпись имеет значение собственноручно написанная фамилия, вы всегда скажете, а где здесь подпись? Если вы знаете, что вам придется в суд идти и с низкого заявления указывать реквизиты, перечисленные в статье 131 в пункте 3 части 2, вы будете говорить, а где здесь в этом документе вот эти реквизиты? На кого я буду обращаться в суд? Вы тут мне предлагаете обжаловать решение общего собрания собственников. Поэтому, уважаемые участники площадки, давайте на этом остановимся сегодня. Дело в том, что да, когда мы хотим подавать заявление во все другие органы, мы должны как раз опираться на этот наш анализ. Определение объекта соответствует, не соответствует, по пунктам. Мы как раз это и в основу наших заявлений должно лежать. Правильно, хорошее дополнение, отличное дополнение. Получив вот этот документ, надо не суетиться и себя несколько сдерживать, проанализировать, составить протокол исследования и оценки письменных доказательств и подавать заявление одним из которых, который как раз и будет в качестве доказательства протокол исследования и оценки вот этого протокола общего собрания. Это уже усилит вашу позицию и позволит любому должностному лицу ознакомиться с ней, пройти вместе с вами ПТ и согласиться, либо не согласиться. Если они не согласятся с нашими доводами, изложенными в протоколе исследования и оценки письменного доказательства, они в своем постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, либо еще каком-либо процессуальном документе отметят эти обстоятельства. А если они не отметят эти обстоятельства, значит они с нашими доводами согласились. И нам как раз это и нужно. Поэтому давайте будем действовать последовательно. Я предлагаю сегодня завершить урок. Все быстренько ставьте свои плюсики, что вы согласны, что вы радостные, значит такие все уходите в позитивном настроении. И мы с вами встречаемся завтра в 11 часов в Москве. Без опозданий. А то я знаю вас. Сейчас разбежитесь, будете коньяк пить, радоваться жизни, травку топтать свежевыросшую, а дуванчики убирать, знаю я вас, уже полностью всех вас исследовал, изучил. Я один среди вас такой скромный, не по годам. Ну все. Поэтому завершаем нашу конференцию. Время 13 часов 31 минута. 22 мая 2021 года мы с вами поднялись еще на одну ступеньку в наших с вами знаниях, наших с вами навыках. И я так чувствую, что кое-кто ощутил, что у него вырастают крылья. И это главный результат проведенной конференции. Благодарю всех участников. Особая благодарность. Леонидов всегда дополняет. Очень много дает дополнительных знаний. В том числе и мне некоторые знания напоминает. Смотрите за моей стенкой. Там я выложу все материалы. И сделаю это прямо сейчас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok